Слава Богу! Хочу поделиться такими короткими откровениями. С этой маской, да, чувствую себя за хирургическим столом, только скальпеля не хватает. У меня была и хирургическая практика, когда я работал в реанимации, в онкологии. Скальпелем пользовался умею, но нежелательно. Небольшое откровение. Знаете, я как-то вот в своей христианской жизни заметил, что люди вообще делятся на две большие категории. Люди, которые умеют радоваться всему тому, что они имеют. И люди, которые, к сожалению, не умеют радоваться тому, что они имеют. И, ну, как бы пример такой, что, ну, есть люди, которые... Ну, я сам таким был, поэтому это как бы не критика, а просто то, что я заметил в своей жизни. Ну, я был недоволен там своим носом. Я как-то отделился этим откровением. Уши там отопыренные, да, какие-то глаза корейские, там, узкие слишком. Вот. У нас были другие критерии красоты в классе, потому что в классе у нас были и немцы, и русские, и белорусы были. Казахов... Были казашки, казахов не было. И вот как-то мы все автоматически почему-то ориентировались на славян, потому что у славян большие глаза, там, синие, ну, широкие плечи у нас были, красивые мальчики были в классе. И, конечно, я довольно серьезно проигрывал, просто по той причине, что я был не той национальности, да. И вот у меня были какие-то комплексы. Я думаю, ну, все не так как-то, да. И я вот как-то вот замечал, и у других людей это тоже, когда человек себя ругает, у него развиваются комплексы, и он от того, что он себя ругает, он не становится красивее. То есть он еще больше как-то так сжимается весь внутренне, какой-то скухоженный становится, там, кожа лица может даже меняться, серым может становиться. Когда человек себя принимает, я вот как-то делился о том, что я работал как-то в реанимации и был на смене, когда мне попросили сделать перевязку одному пожилому человеку. И когда я сделал перевязку, а я был к этому не готов, я не знал, что там я увижу. Голова была перемотана, и когда я начал снимать эту повязку, и когда я полностью снял, у меня был шок, потому что у этого мужчины был рак саркома нижней челюсти, и ему всю нижнюю челюсть удалили. И вот после операции, вот такие послеоперационные швы, челюсти нижней нет, язык болтается внизу. И то, что я увидел, повергло меня просто, знаете, ну, в какой-то ужас. Просто я когда вернулся домой, я посмотрел на свое лицо в зеркало, я ощупываю, говорю, слава Богу, у меня есть уши, слава Богу, у меня есть нижняя челюсть, слава Богу, какая есть, такая есть. Я начал Бога тогда благодарить за свой нос, за свои уши. И я вот стал замечать от того, что я себя как-то внутренне начал хвалить, принимать таким, какой есть. Ну, глаза мне начали мои нравиться, да, уши начали нравиться, ну, тело начало нравиться. Я начал как-то полногрудью дышать, распускаться начал, ну, как цветок на самом деле, да. И сейчас я вот себя, я считаю себя красивым человеком. Не знаю, как вы себя, меня воспринимаете, но я себя считаю красивым, и это просто, ну, как, меня уже не переубедишь. Я знаю, что от того, что я себя вот так вот принимаю, да, или вот так позиционирую с красивым человеком, делает меня еще более красивым, потому что я воспринимаю себя как клеточку тела Господня. А клеточка тела Господня не может быть некрасивой. Можно согласиться со мной? И поэтому, вы знаете, мы можем ругать себя. И вот, значит, вывод какой я сделал. Люди, которые ругают, или которые недовольны, там, недовольны мужем, женой о том, что Бог, кого ты мне послал, там, что за жена такая, да. Жена от этого лучше не станет, а то, что ты начнешь ее ругать и критиковать. Муж не станет лучше, если ты начнешь выражать свое недовольство. Очень важно сделать такой вывод, или как можно быстрее прийти к такому выводу. Чем больше ты будешь хвалить своего мужа, жену, тем лучше она будет становиться, и тем теснее взаимоотношения будут, более качественные, более такие любвеобильные, хорошие. И вы знаете, что происходит, ну, можно так сказать, когда мы хвалим Бога, вот мы сейчас будем хвалить Бога, да. Что происходит, когда мы хвалим Бога? Становится ли Бог лучше? От того, что мы его хвалим. Бог не становится лучше. Он и так лучше всех, он лучше не станет. Во время хвалы становимся лучше мы. Мы преображаемся, мы обновляемся. И вы знаете, вот есть две категории, да. От того, что ты хвалишь Бога, ты становишься лучше, красивее, обновляешься в силе, в юности. Юность твоя обновляется, то есть происходит такое переливание. Ты входишь в Божью славу, и эта слава тебя преображает. От того, что ты ругаешь, да, вот, ну, на самом деле, Библия, вы можете четко отследить. Я, по крайней мере, отследил этого. То, что люди недовольные постоянно, ну, и чем больше, чем хуже становится, усугубляется. Там, властями недовольны, пастырем недовольны, церкви недовольны, все плохие, все плохо. И в конечном итоге кто виноват? Виноват в конечном итоге Бог. И Библия говорит о том, что в конечном итоге хула будет подыматься, да. Ну, то есть те люди, которые недовольны, в церковь не ходят, пастырей там считают лицемерами, там, ну, просто фарисеи, там, эти апостолы, там, регали на себя понавешивали, ничего хорошего в них нет, никуда не буду ходить, становится все хуже и хуже, там, еле концы с концами сводят, в конечном итоге идут в ад, и из ада подымается хула на Бога. Представляете, хула на Бога, так Библия и говорит. И что происходит в тот момент, когда люди ругают Бога? Я хочу сказать, они самоуничтожаются. Эти люди самоуничтожаются. Очень такой страшный факт. Вот Бог бы этого не хотел, поэтому Бог призывает нас к тому, чтобы мы славили, да, хвалили, чтобы мы были довольны тем, что мы имеем. Аминь. Слава нашему Богу. Давайте мы сегодня вслоним наши сердца перед Богом, прославим Его, воздадим Его славу и хвалу, потому что это лучше для нас. Нам вот это очень важно осознать. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Мы воздаем Тебе всю славу, всю хвалу, все наши благодарности. Ты Бог богов, Ты Царь царей, Ты Господь господствующий, Ты Владыка всех Владых, Господь очень. Владычество, Господь, в наших сердцах, силой Твоего Святого Духа, Твоей безграничной любовью. Не дай нам исчезнуть, Господь, Аллилуйя, Отец, просто так, как пыль, как прах, от того, что мы всем недовольны. Дай нам, Господь, воистину прославить Тебя. Дай нам непрестанно и сегодня, Господь, обновиться в юности, в силе, Господь, в радости. Всегда радоваться в Господе, Отец. Асана, слава Тебе, облагодетельствуй нас. Еще и еще раз, Господь, Аллилуйя, Отец, просто посети наши сердца Твоим совершенным миром. Спасибо Тебе за то, что мы имеем, за то, что у нас есть тела, за то, что у нас есть руки, которые мы можем ощущать, осязать, ноги, которые мы можем ходить, уши, которые мы можем слышать, глаза, которые мы можем видеть. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Воздаем Тебе всю славу и всю хвалу. И мы молились на этом месте во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и во имя нашего Господа, Иисус Христа, и народ Божий скажет Аминь. Давайте его прощаем.